Исполнительный комитет рассмотрел инициативу депутатов Народного собрания Гагаузии о внесении изменений в статью 23 закона Гагаузии для дачи заключения. Его представила начальник управления финансов Татьяна Дойчева. Авторы проекта в качестве основания разработки данного проекта приводят в положение статьи 17 закон о статусе лиц, исполняющих ответственные государственные должности. Однако при этом ошибочно отнеся членов исполнительного комитета полный состав к ответственным государственным должностям. Напомню, согласно классификаторам государственных должностей, утвержденного законно-выскорбового, должность начального главного управления относится к государственной должности, но никак не ответственным государственным. Исполнительный комитет неоднократно выходил с законодательными инициативами о внесении изменений в законодательство, относящиеся к оплате труда госслужащих. Однако до сих пор никаких изменений не принято, отметила начальник управления финансов Гагаузии Татьяна Дойчева. Считаем, что, кроме того, неучительное положение статьи 7 гражданского кодекса, которое предусматривает, что гражданский закон не изменяет и не отменяет условия возникновения ранее возникших правоотношений. Помимо этого, новый закон не изменяет и не отменяет имеющиеся последствия прекратившихся или существующих правоотношений. О необходимости внесения изменений в статью 23 закона Гагаузии об исполнительном комитете сообщил заместитель председателя Народного собрания Александр Тарнавский. В Республике Молдова количество заработных плат, которые выплачиваются при сложении полномочий депутатам Народного собрания и членов исполнительного комитета, в Республике Молдова эти суммы уменьшены. Поэтому в Гагаузии эти изменения не были внесены и мы предлагаем гармонизировать законодательство Гагаузии и Республики Молдова в этом отношении, чтобы ответственные государственные должности, которые есть и в Республике Молдова, и в Гагаузии получали одинаковые социальные выплаты при отставке и при сложении полномочий. Начальник управления финансов Гагаузии отметила, что действующие социальные гарантии, определенные законодательством Гагаузии, должны быть сохранены, не должны и не могут быть отменены.